Добрый вечер Я очень рад, что год от года этот фестиваль поддерживает Комитет по культуре Санкт-Петербурга и правительство нашего города Я также очень рад выражаю глубочайшее признание администрации Центрального выставочного зала Манеж за многолетнее, плодотворное, настоящее дружеское сотрудничество в тех экспериментах, которые мы ставим в рамках фестиваля Сегодня у нас тоже непростой концерт В общем, его даже таким традиционным концертом назвать трудно, хотя, безусловно, программа, которую мы сегодня будем слушать, она является брендовой на афишах любого мирового известного концертного зала для любой страны мира Но сегодня это не совсем концерт, это известнейшее сочинение великого Моцарта, которое мы сегодня вместе с музыкантами вписываем в декорации той выставки, которую вы можете увидеть в Манеже Вписываем и таким образом соединяем несколько видов искусства Это и есть тема проходящего фестиваля Поэтому я настоятельно прошу всю публику быть готовыми к такому формату, во-первых, не стесняться перемещаться во время исполнения, слушать в разных местах то, что вы услышите Делать для себя какие-то важные сравнительные анализы Ну и самое главное, наслаждаться пространством и пытаться почувствовать вот это соединение пространства, соединение музыки, соединение философии, соединение живописи вместе в единое целое Поэтому я прошу всех свободно перемещаться, можно посмотреть выставку во время исполнения, ну если это будет вам скучно Или просто находиться там, где вам будет удобно В каком-то смысле сегодняшнее исполнение, оно иммерсивное Ну, я с огромным удовольствием представляю вам участников сегодняшнего концерта Безусловно, в первую очередь для меня это важно, думаю, что все коллеги меня поймут Это, конечно, симфонический оркестр Таврический, который является создателем этого фестиваля и бессменным его участником Ваши аплодисменты Также с радостью представляю наших многолетних друзей, партнеров, можно сказать, отчасти часть нашей семьи Хор студентов Санкт-Петербургского государственного университета, художный руководитель Эдуард Кротман Состав солистов сегодняшнего концерта Мирьям Ольховик, сопрано Екатерина Каневская, мэдсо-сопрано Роман Арнт, телор И Дмитрий Кондратьев, бас, ваши аплодисменты Вот, они занимают остальное место на арене Прошу вас, коллеги И перед сам началом того момента, когда мы услышим великое творение не только Моцарта Там были и другие соавторы Реквема, который знаменит на весь мир Я хочу пригласить на сцену нашего давнего партнера, моего педагога в прошлом, да и всегда, и в настоящем, и в будущем Профессор Санкт-Петербургской консерватории, петербургского композитора Игоря Рогалёва Добрый вечер Ну, между прочим, Ведик тоже у меня учился, ты где? Да, можете попробовать Миша как-то так намекнул, что сейчас на сцену выйдет такой Мафусаин Минут на десять Значит, действительно, это огромное событие Каждый раз, когда звучит реквием Моцарта Это одна из самых играемых пьес этого величайшего композитора И особенность её заключается в том, что когда бы, где бы она ни звучала, она не просто потрясает людей Это самое главное её свойство Но она заставляет думать И вот если, тем более здесь студенты, они, наверное, с интернетом дружат И вы вполне можете после концерта прийти дома, набрать в интернете рекой Моцарта и послушать разные записи Вы обнаружите, что все эти исполнения, казалось бы, те же самые ноты, одни и те же ноты, одни и те же инструменты И они вызывают у вас разные чувства, разные мысли Они заставляют вас думать о разном И тут ещё один важный момент Реквиемов написано очень много Ведь история реквиемов восходит ещё к эпохе Возрождения И здесь одна очень важная вещь Реквием практически зарождается одновременно с карнавалом Французский композитор Сертон Старший современник Орландо Ласс и Палестрина У него есть и заупокойное место, потому что река – это заупокойное место И есть такие шансоны, которые очень перекликаются с эстетикой карнавала А что такое карнавал? Карнавал – это, как замечательно сказал Фахтин, мир наизнанку И в карнавале смерть – это обязательный элемент этого праздника Но смерть вышучивается Смерть побеждается Смерть означает возрождение Реквием означает смерть и возрождение после смерти, но уже, так сказать, в ином мире И вот параноксальным образом, поразительным образом Именно реквием Моцарта Потому что, как вы полагаю, знаете и без меня Моцарт оставил по себе гениальнейшие вершины вообще мировой музыки И в симфонии, и в концерте, и главное – в опере И вот то, что вы сегодня слушаете Здесь очень важен будет ваш художественный опыт Вы слышите, что, с одной стороны, в этом Реквиеме нет виртуозных арий, которые так любил Моцарт И которые так любят исполнителей, и которые отличают их оперный стиль Здесь их нет Но краски, которыми пользуется Моцарт, это краски оперного композитора А опера, она возникла из балагана И вот эта удивительная живость и парадоксальное сочетание И определяют невероятную жизнеспособность этого сочинения Еще один очень важный момент Мы привыкли к Моцарту, а то, знаете, солнце Моцарт, вот озорник Моцарт такой лучезарный Моцарт прожил очень трудную жизнь И Моцарт был очень сильным человеком Очень сильным человеком Потому что, как сказал Хемингорь, чтобы делать добро, нужно быть очень сильным А Моцарт, его задача, об этом немногие знают Творческой, человеческой задачей было делать добро Восемнадцатый век в Европе Век расцвета масонства И вот век зарождения масонства Идея, которая озаряла масонов Это идея добра Просвещения Их собрания по большей частью Были посвящены обсуждениям того, что доброго они могут сделать А учитывая, что масонные были великие люди И, скажем, в венской масонской ложе Согласие патронировал сам Фридрих II Великий У этих людей были огромные возможности помогать людям И Моцарт примкнул к этому Союзу вольных каменщиков Именно с намерением творить добро своей музыке И не только И вы знаете, какая интересная вещь Я недавно это, как бы сказать, обнаружил Вот первая, самая после выступления тема Это тема фуги Фуга переводится как бегство Бегство может быть от чего-то А может быть и бег к чему-то Бег — это движение, это жизнь Он реквием За упокойную мессу Кирилл Эйзен, Господи поминуй Он начинает с фуги Причем двойная фуга Это движение Это жизнь после смерти Но здесь еще одна очень важная вещь Я сейчас попрошу хор Прошу меня извиниться, так сказать, за насилие Такое-то другое Самое начало Вот услышите? И я сейчас объясню, что я имею в виду Сначала послушаем, а потом я скажу Кириэлизм Спасибо Похлопать можно, между прочим Я над людьми издеваюсь, чтобы вам было понятно Спасибо большое Так вот Эта тема описывает крест Но крестов бывает много Этим крестом Моцарт осеняет нас Он обращен к нам Кириэлизм Да будет с вами Бог, говорит Моцарт Он начинает, рыкаем С шага Это начало очень сильного и мужественного человека Он оплакивает потерю Оплакивает утрату Но слушайтесь в эти шаги Это не шаги на Голгофу Как в страстях и в мессе, когда облагивают Христа Это шаги сильного, живого, как ни странно, человека Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Но это скорбь мужественного и сильного человека И как поразительно, вот вы сейчас эти же шаги услышите в части, которая называется наклимоза Слезы, и да будут слезы над восставшим из пепла судимого Господа И тот же шаг, хотя музыка это плач Там и тут-то как раз и пошел шаг, спасибо тебе большое Замечательно, самое начало Да, существует много версий о гибели Моцарта Одна из самых популярных и очень любят повторять и исследователи, и любители, и профаны О том, что Моцарта отравил Сальери Сегодня почти доказано 99,9% что это брехня Во-первых, Моцарт с очень большим уважением относился к Антонио Сальери И Антонио Сальери, в свою очередь, относился с огромным уважением к Моцарту Что, кстати, большая редкость между композиторами А что касается смерти Моцарта в сравнительно молодом возрасте То, как из этого, между прочим, реквима тоже следует Моцарт сгорел Как сгорели многие гении Потому что для Моцарта жизнь была музыка А музыка была жизнь И даже если это жизнь, после жизни Спасибо Итак, мы готовы приступить к исполнению реквима Моцарта И сегодня в нашем исполнении есть еще одна деталь Деталь определенного эксперимента Вместе с музыкальной частью свое творение будет производить художник Глеб Гавриленков Это будет художный перформанс Я приглашаю его к его сцене Под вашим респектом АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ 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 СПОКНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. 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 Спасибо.